Пробный экзамен по информатике в форме ЕГЭ прошел в 24 гимназии Магадана. В этом году его проведут в новом формате. Выпускники будут сдавать экзамен на компьютере. Аттестация продлится около четырех часов. Попробовали свои силы на первом этапе экзамена 10 учеников гимназии номер 24. Экзамен не направлен больше на оценивание результата, а скорее всего направлен на то, чтобы попробовать свои силы в новом формате, ознакомиться с программой, как она работает. Есть новый формат черновика, что раньше не было. То есть они записывают это все как бы на черновике, сдают это. Ребята настроены положительно поучаствовать в данном экзамене. В этом году к экзаменам готовится более 600 выпускников 11 классов из 18 школ Магадана. На базе гимназии номер 24 основных экзаменов для выпускников школ проводить не будут. Основной этап ЕГЭ завершится 25 июня экзаменом по информатике в компьютерной форме. В этом учебном году наиболее популярными экзаменами по выбору для выпускников стали профильная математика, общество знания и физика. Итоговая аттестация пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В аудиториях будут размещать не более 10 участников. Всего в Магадане планируют организовать работу восьми пунктов проведения экзаменов. В рамках четвертого регионального чемпионата Обилимпикс с 15 по 19 марта пройдут соревнования на базе различных учебных заведений города Магадана. Сегодня в мастерских горно-строительного колледжа одновременно прошли соревнования по слесарному и столярному делу. В обоих состязаниях участвовали по пять участников. По словам экспертов, работа сложна именно тем, что все этапы, кроме последнего, выполняются ручным инструментом. От участника требуется максимальная точность в выполнении замеров и четкости спила. Юные слесари также выполняли вытачивание металлической детали вручную. Такая работа для юных специалистов может быть травмоопасной. Именно поэтому за ходом соревнований пристально наблюдают волонтеры. Волонтеры в данный момент выполняют задачи, смотрят за техникой безопасности участников, и чтобы участники во время соревнований, если у них появилось волнение, помочь им успокоить или в какой-то, ну, в какой-то стиле несполадаем. Горностроительный колледж имеет современную материальную техническую базу для обучения специалистов с высоким уровнем практической подготовки. Студенты этого учебного заведения уже представляли Магадан на всероссийском этапе чемпионата и даже возвращались с престижным серебром. В этом же году перспективные специалисты имеют все шансы взять золото и попасть в сборную России, где смогут представлять родину уже на мировом уровне. Африканская чума обнаружена у магаданских свиней. Очаг болезни подтвержден специалистами. Он возник в личном подсобном хозяйстве на территории города. Эксперты отмечают, что эти животные для продажи не предназначались, в том числе в переработанном виде. Информация о захоронении свиней в настоящее время без соблюдения соответствующих требований является недостоверной. Для человека это заболевание не опасно. Вообще, в принципе, никаких последствий потребления такого мяса, конечно же, не несет. Но это мясо, продукты убоя, как мы выяснили, не попадало в реализацию. И нам удалось ограничить, так скажем, движение из-за эпизодического очага. Откуда пришел свиной вирус, специалистам на сегодняшний день неизвестно. Причины проникновения инфекции в отдаленный Колымский регион эксперты продолжают выяснять. Основным, конечно же, вероятным способом проникновения является корма. Сотрудниками службы были отобраны пробы кормов, использующихся в хозяйстве, направленные в магаданский филиал Камчатской федеральной лаборатории. В настоящий момент проводятся исследования, выясняя пути проникновения вируса в хозяйство. По словам специалистов, африканская чума на свиней распространяется быстро. Передача заболевания из его очага грозит уничтожением свиноводства на территории Колымы. Способов лечения свиного вируса и вакцина профилактики на данный момент нет. Эксперты отмечают, что единственное возможное решение – отчуждение в опасной зоне всех свиней с последующим убоем и их уничтожением методом сжигания. На данный момент только так можно предотвратить распространение вируса. Сегодня в стенах Северо-Восточного государственного университета прошло награждение победителей и участников Всероссийского конкурса «Социальные рекламы и пропаганды здорового образа жизни. Спасем жизнь вместе». Три номинации были объявлены в конкурсе «Лучший видеоролик», «Лучший макет наружной рекламы» и «Лучший буклет». Роман Корсун, как председатель Общественного совета при УМВД России по Магаданской области, отметил важность проведения различных мероприятий, направленных на борьбу с проблемами наркомании и наркоторговли в нашем регионе. «Бороться с наркоманией нужно только сообщать, привлекая молодежь в спорт, творческую и волонтерскую деятельность. Вот тут наша молодежь, университетская молодежь, она активно увлечена во все виды деятельности. Тут есть всегда чем заняться. Вы знаете, что университет уделяет очень много внимания». Участниками конкурса стали жители из города Магадана и области. Не все из участников имели возможность посетить церемонию награждения лично, но каждый мог посмотреть прямую трансляцию мероприятия. «В прошлом году мы проводили этот конкурс впервые. У нас было участников порядка 20. В этом году уже 38 участников. Конечно, конкурсные комиссии, которые оценивали эти представленные работы, было достаточно сложно. Потому что и возраст участников от 9 лет до взрослых участников, это уже непосредственно коллективы даже творчески участвовали, в том числе, например, Магаданского областного романтического театра, который представлен профессионалами. А также это ребята, которые просто еще какие-то навыки рисования просто получают». Самые юные участницы были представителями детского образовательного объединения «Эскиз». Юные художницы выиграли в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы». «Это совместная творческая работа. Викина часть – это был пейзаж, а уже дорабатывала взрослая девочка, 17-летняя. То есть она как раз смысловую нагрузку взяла именно антинаркотическую». Все участники были награждены почетными дипломами и презентами от СВГУ. Победители в трех номинациях получили также ценные подарки. На минувших выходных прошел очередной тур спартакиады трудящихся города Магадана. Соревнования, в которых участвуют коллективы, организации и учреждения областного центра, дают возможность проведения совместного досуга и повышения физической активности сотрудников, а также способствуют сплочению команд, что положительно влияет на результативность их работы. Ежегодные соревнования в прошедшем году были прерваны из-за случившейся пандемии. Этой весной коллективы с радостью принимают участие во всех видах спортивных состязаний. Вечерний Магадан посетил соревнования по боулингу в рамках спартакиады в торгово-развлекательном центре «Нагаевский». Раньше спартакиада трудящихся она проводилась постоянно. И где-то в 2007-2008 году как-то все это прекратилось. И мы решили в 2018 году ее возобновить. То есть провели работу такую активную по привлечению людей. Ну и вообще изменился менталитет. Сейчас все очень стремятся заниматься активным спортом. И откликнулось очень много людей. Каждый год у нас принимает участие более 20 команд в спартакиаде. Ежегодно организаторы привносят новые виды соревнований. По их словам, так соревнования становятся более доступными и интересными для участников даже маленьких коллективов и команд с разным уровнем физической подготовки. Участники рассказали вечернему Магадану о том, что перед соревнованиями им пришлось еще и выбирать, кто в их команде сильнейший в каждом из видов спорта и проходить предварительный внутрикомандный отбор. К данному мероприятию наша команда готовилась заранее. Как минимум у нас был один отборочный тур, потому что желающих было больше, чем вмещает команда. По итогам двухдневного состязания трудящихся первое место заняла команда «Мэрия», второе Сусуман Золото и третье ПСО МЧС.